Сегодня я хотел бы рассказать о картине «Военно-полевой госпиталь», которая известна также по своей аббревиатуре «Мэш». Это классическая американская картина 1070 года, лауреат «Золотой пальмы» в ветви Каннского кинофестиваля. И, конечно, знаковая картина для своего времени. Хотя, конечно, очень любопытно ее смотреть сегодня, с позиции сегодняшнего дня, потому что, наверное, у меня аналогичные мысли, которые возникали в свое время, в 70-м году, и в стане противников этого фильма, потому что это комедия о войне. И возникает вопрос, а можно ли о войне рассказывать с таким ироничным тоном, шуточками-прибауточками, превращать войну в анекдоты. И вот этот вопрос, я на него не дам никакого ответа. Он вопрос, который каждый, наверное, решает для себя сам. Можно ли действительно такой тон, такую интонацию выбирать для столь сложной темы? Но, с другой стороны, режиссер Роберт Оутман, который в данном случае экранизирует роман Ричарда Хукера, он вслед за писателем, он, наверное, принимает вот такую позицию, что через эту комедию он показывает все безумие. Безумие войны. В данном случае это война в Корее. Такая бесславная страница в истории Америки, американских войн. Гораздо больше внимания, конечно, мы знаем, и благодаря, собственно, кинематографу, американцы уделяли вьетнамской войне. И как раз вот очень такой важный момент, что как раз ведь и фильм Оутмана, он вышел в разгар этой войны во Вьетнаме. И хотя он формально рассказывал о войне другой, но понятно, что вот этот антивоенный пацифистский пафос, он касался, ну и вот, собственно, и Вьетнама. Картина, она была прочитана именно вот в этой, как бы в связи с этой войной. Может быть, тогда на тот момент просто не было возможности прям перенести место действия и говорить, что это о войне во Вьетнаме, тем более война продолжалась. Ну это, наверное, еще как бы было вот не до смеха. И, наверное, эту комедийную интонацию, наверное, по отношению к войне во Вьетнаме, может быть, тогда и не приняли бы, потому что это прям свежая рана такая, еще даже не то, что не зажившая, а вот продолжавшая прям вот кровоточить. Вот, а Корейская война, это все-таки там 50-е годы, то есть уже была некая дистанция. Вот, и, ну тем не менее, тем не менее, это война. Это война. И вот набор вот этих анекдотических баек заставляет задуматься, в общем. Ну, то есть это, о дозволительности подобного подхода. И тем более, конечно, вот я почему говорю, что сегодня, даже не знаю, как смотрится эта картина сегодня, не без удивления, скажем так, да, потому что вроде бы казалось, что войны это давно отошли, ну, ушли в прошлое, ну, как можно было представить войну в Европе вот сегодня, а вот идет, и вот действительно ты задумаешься, а ты будешь шутить вообще над сегодняшними военными действиями? Вот такое позволит. Ну, а тем не менее, ну вот, судя по зрительскому и академическому успеху, то есть вот картина была принята, да, конечно, всегда надо учитывать контекст того времени, вот какие, смотреть, какие еще были фильмы на Каннском фестивале, какое было окружение, почему вот именно этому фильму было отдано предпочтение, ну, вот в этом отношении даже проще сравнить Оскаровскую историю этого фильма, потому что он был отмечен за сценарий, и были номинации за фильм, за режиссуру, за монтаж, отмечена была актриса, номинация отмечена была актриса второго плана, Салли Келлерман, вот, кстати, очень любопытный момент, я себе пометил, она, ну, это, конечно, такая абсолютная случайность, она умерла 24 февраля 22 года, вот, ну, вот, как бы, даже, наверное, это просто отмечу, оставив без комментариев, вот, и вот, несмотря на наличие определенного рода номинаций, картина не получила, как бы, основных наград, потому что это был год Паттона, а если вы вспомните, Паттон это рассказ о Второй мировой, то есть, это другая военная картина, и это как раз картина серьезная, правильная военная картина, скажем так, да, о знаменитом, вот, генерале американском, вот, о каких-то его победах, да, вот, без всякой иронии, и получается, вот, одновременно в одном конкурсе, вот, этом, Оскаровском, две вот эти картины совпали, да, то есть, вот, серьезное военное кино, и вот такое глумление над святынями, скажем так, вот, конечно, любопытно, любопытно очень это, все, размышлять на эту тему, ну, говоря о призах, я отмечу, что картина получила золотой глобус, как лучшая комедия, вот, тоже любопытно, да, вот, комедия на военную тему, вот, и, конечно, она запустила всерьез, вот, карьеры, ну, вот, если Саре Келеман, она, в итоге, про нее особо мне сказать нечего, что, какова ее была дальнейшая карьера, но главной ролью в этом фильме играет Дональд Сазерленд, который до этого появлялся, допустим, в фильме «Грязная дюжина» у него тоже была комедийная роль, ну, относительно комедийная, а потом, в общем, то есть, у него пошло и пошло, то есть, это он и у Федерико Феллини играл не Абыкову, а самого Казанову, и, возможно, как раз Феллини его и заметил, именно благодаря вот европейскому успеху, в том числе, Каннскому успеху вот этой картины, ну, и, ну, в общем, Дональд Сазерленд, один из таких известнейших ветеранов, скажем так, нынешнего времени, и вторую ключевую роль здесь играет Элиот Гоуд, который, кстати, тоже сотрудничал с великими, и, вполне возможно, тоже благодаря успеху этого фильма, он попал в прицел внимания Ингмара Бергмана, и сыграл в его единственном, если я не ошибаюсь, англоязычном фильме «Прикосновение». А вот так вот неожиданно вот этот дуэт тоже вписал в себя в историю вот такого авторского кино, вот помимо этого военно-полевого госпиталя, один сыграл у Феллини, другой у Бергмана, а еще Элиот Гоуд, конечно, наверное, в первую очередь, ну, у него карьера в итоге сложилась не столь блистательна, как у того же Сазерленда, но он вошел в историю как отец Моники и Росса из сериала «Друзья». Тоже очень у него небольшая там роль, ну, регулярная, постоянная, часто он там появляется, ну, и, в общем, тоже, конечно, многим он памятен именно этим. Кроме того, в картине, допустим, играет не в главной роли, но поначалу, во всяком случае, появляется, потом исчезает, Роберт Дюваль, который вот в скором времени, возможно, тоже вот на волне успеха этой картины, закорешится сперва с Джорджем Лукасом, потом с Фрэнсисом Фордом Макопполой, ну, и мы знаем, чем это закончилось, какими блистательными, блистательным дальнейшим, как бы, послуженным списком этого замечательного артиста. Вот, ну, опять же, возвращаясь к сюжету, то есть, о чем, собственно, картина. Вот эти актеры, они играют врачей, хирургов, которые, в принципе, помимо своей воли попадают вот на войну, потому что на войне нужны врачи. И, по сути, вот они не участвуют в военных каких-то операциях, они, ну, операции проводят. Ну, даже на операциях акцент сделан минимальный. Главный акцент это их жизнь помимо вот службы, вот помимо вот, то есть, они же когда-то отдыхают. И вот на чем построится их отдых, вот это и есть основа, как бы, картины, вот это и есть вот все эти анекдоты. То есть, им нужно, ну, конечно, нужно снять этот стресс с себя, разумеется. Ну, и вот что с ними происходит? То одно, то другое, то третье, вот какие-то самые разнообразные истории, и при этом, как бы, война их совершенно не касается. Война, она проходит, как бы, вот, какими-то очень такими моментами, вот когда, допустим, труп выносят, вот на заднем фоне, они играют в покер и выносят труп. Ну, не спасли солдата. Вот какой-то, и они тогда же оборачиваются, как бы так, это, ну, в общем, так. Это вот крохотный момент, на котором даже акцента особо не делается. Вот просто, где-то вот фоном идет война, а они как-то пытаются продолжать свою жизнь, как-то пытаются, вот, в общем, жить, шутить, играть в гольф какой-нибудь, там, летают в Токио, допустим, и встречаются там с гейшами, играют в американский футбол, вот, кстати, на мой взгляд, невероятно затянутая, слишком большая сцена, которая даже немножко меняет такое ощущение от этого картины, как будто это не не фильм о войне, а вот какая-то спортивная история, вот, как будто для Оутмана она, вот эта сцена, вот этого, их матча в американский футбол на деньги, она, вот, ключой, как будто в ней он, вот, решил показать себя, что вот он, на самом деле, вот он сейчас снимает комедию о войне, он хорош, смотрите, я хорош в спортивных фильмах, дайте мне подобную работу в будущем, вот, странное очень впечатление производит это, не мотивированная, длиннющая сцена, слишком большая, но это уже ближе к финалу, а вот, а до этого, ну, подобно, всякие рода шуточки, приволочки, допустим, там, мужик, значит, про которого говорят, что у него самый большой член, и вдруг он в какой-то момент испытывает вот неудачи сексуального плана, и решает, что вполне возможно, они связаны с тем, что он гей, и решает покончить жизнь самоубийством, и устраиваются ему проводы, прощания с ним, вот при живом еще, вот, что давайте, ну что, поминки устраивать при мертвом, давай мы тебя так проводим, и там смешно очень, что там даже один благодарит, что очень мило с вашей стороны, что позвали меня по такому поводу, ну, ну, и в итоге, конечно, они его там обманывают, в общем, он там не травится, а просто как бы пронесло его потом, ну, и ничего, и в общем, как бы забылось. Ну, вообще-то с религиозной тематикой здесь тоже очень, конечно, едко прошлись по этому поводу, в этой же сцене там аллюзия на Тайную Вечерю проходит, конечно, ярко, заметно эпизод, когда заменяют Библию на плейбой, или когда, допустим, пастор читает молитву перед джипом, допустим, вот вроде бы, да, то есть, как бы религия здесь, в этом мире присутствует, ну, понятно, что же, что это как бы мир таких безбожников, да, которые в коробку для крови ставят пиво, которые попивают себе в мартини, и большим уважением как раз пользуются, вот, я, краска для персонажа, появляется мужик, у которого оливки он достает из кармана буквально, ну, вот, чтобы украсить этими оливками, вот, собственно, бокальчик мартини, да, вот, ну, действительно, какая же это война, вроде бы, да, а вот, вот такая, да, как они, конечно, ернические, вот, это же шутки на сексуальные темы, как они, в их стане таких вот, скажем так, шалунов, безбожников, да, и хулителей, и развратников, появляются блюстители морали, которые при этом тоже не чужды ничего человеческого, и в какой-то момент вот на своей, вот, как бы, на страже морали они тоже впадают в фраж, и между ним проходит яркая, жаркая, скажем так, сцена, а те подключают микрофон, и тем самым подслушивают вот их интимную, звуки интимной близости, скажем так, тем самым, конечно, тоже вот превращает это в фарс, вот, или жестокая, мне кажется, довольно-таки сцена, которая тоже здесь вот как-то, на самом деле здесь довольно много жестоких сцен, вот такого жесткого юмора, неприятного, когда женщина, против которой они выступают, вот та самая блюстительница морали, идет в душ, а они как бы распахивают вот эту занавесь, ну, там же он, какой-то брезентовый, да, ну, полевой, в общем, и вот, в общем, наблюдая, ну, желая, в общем, увидеть ее обнаженной, ну, понятно, в общем, конечно, ее ненависть затем к этим салдафонам, да, ну, врачам, которые ведут себя как салдафоны, и тем самым, конечно, непонятно ее в дальнейшее как бы перековка, я не без удивления потом понял, когда, ну, оказалось, что она, в общем, ну, уже вполне готова играть с ними по их правилам, уже включена в их компанию, в их какое-то веселье, с кем-то вступает даже тоже в новую имитивную связь, ну, в общем, совершенно теряет вот тот первый, изначально обозначенный вот этот лоск такой дамы, выступающий за соблюдение каких-то моральных принципов, вот, вот как она вдруг неожиданно так изменилась, для меня, во всяком случае, изменилась, и, вот, я не совсем этого понял, ну, это традиционные, конечно, и шуточки насчет докторов, когда только там появляется курьер, и доктор как бы начинает его тут же шуточно обеспокоенно такое осматривать, что вам нужно срочно подготовить операционную, там, начиная там чуть ли не пичкать его какими-то таблетками, ну, вот, то есть, такие шуточки на медицинскую тему, конечно, чувство несчастного курьера тоже можно понять, вот, ну, и вот, из-за этого вот как-то складывается вот такая мозаика вот того времени, той войны, с какой-то вот такой даже, да, война, да, война на фоне, идет где-то там, где-то далеко, не в кадре, ну, просто мы понимаем, что это вот шутки вот на грани смерти, что вот они каждый день с этой смертью имеют дело, пытаются кого-то спасти, судя по всему, это талантливые врачи, талантливые медики, то есть, это не то, что какие-то там безумные прожигатели жизни, которые ничего не умеют, нет, они как раз вот, ну, судя по ряду там моментов, они характеризуются как большие профессионалы, ну, вот просто они вот таким образом себя спасают от этого ужаса, от этого мрака. Ну, и вот, да, вот вопрос, да, насколько этот антивоенный фильм, ну, насколько он позволит, вот это, кстати, тоже большое достижение для картины, вот прошло с момента ее создания и премьеры более полувека, а эти вопросы остаются, то есть, нету какого-то, что называется, полного согласия насчет него, можно ли шутить про войну или нельзя шутить, аналогично же, кстати, у нас же тоже есть ряд комедий Леонида Быкова, допустим, да, на тему войны, и в свое время их тоже, когда они выходили, они тоже поддавались таким, не без осуждения, в общем, да, вот как же так, вы не то, что шутите, вы поете во время войны, а можно ли, а одно, другое дело, что когда фильмы те вышли, они, конечно, пользовались и пользуются до сих пор огромной зрительской любовью, показывая, что, ну да, людям нужны чувства тоже, не только война, но другое дело, что, конечно, фильмы Леонида Быкова, они необыкновенно отличаются от фильма, вот этого фильма Роберта Оутмана, и по интонации, ну и, в общем, это, конечно, комедии совершенно разного плана, сравнимы, очень условно, но опять же, вот как подходили у нас к этому вопросу, как в Америке, и единственное, что, общее, что тоже, и там, и там было некое осуждение, но если в случае с фильмами Быкова, конечно, этого осуждения уже кажется необыкновенно странным, то вот мысли по поводу фильма Оутмана, они вот и у меня сейчас возникают, я не могу однозначно ответить, я, скажем так, не могу сказать про себя, что я принял эту картину однозначно, нет, мне кажется, она полна каких-то и корявостей, и каких-то там, ну, в общем, мне она не очень близка, я бы даже сказал, что скорее совсем не близка, я вот ее успеха не очень понимаю, а вот, к тому же, ведь это сам по себе основа, эта картина, она легла даже потом в основу сериала, вот, учитывая вот сама по себе структура, композиция, сотканная из разнообразных анекдотов, она позволяла, конечно, в общем, этих боек, в общем, накапливать во множестве, и этот сериал шел долгие годы, насколько я помню, чертова служба вот в этом госпе, в Мэш, да, как-то так он назывался, и, ну, то есть, это как-то воспринималось, значит, и наверняка и сериал, может быть, многие захотели бы пересмотреть, посмотреть сегодня снова, ну, вот не знаю, не будь войны где-то поблизости, может быть, я как бы и согласился бы, что, да, дело давно минувших дней, хотя тогда это не было уж совсем делом давно минувших дней, можно и посмеяться, но в любом случае, знаете, вот когда картина даже спустя полвека оставляет после себя подобного рода вопросы и заставляет задуматься, поразмышлять, то, ну, это, конечно, тоже дорогого стоит, и, ну, вообще, Оутман, Роберт Оутман, ну, большой мастер, таки, можно, конечно, по-разному к его фильмам относиться, я не являюсь его поклонником, вот, не так давно я рассказывал про фильм Госфорд Парк, который я пересмотрел, вот, и, который, вот, как мне не понравилось в момент, в год своего выхода, так и сейчас не понравился спустя 20 лет, то есть, это, конечно, такой мастер, ну, как бы своеобразный, но, тем не менее, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что огромное количество у него поклонников, и это один из немногих, на самом деле, мастеров, который сумел, фильмы которого сумели выиграть аж три из четырех крупнейших, а, нет, подождите, три из трех, да, то есть, он, если бы, считать, это крупнейшие, собственно, Канны, Берлин и Венеция, он побеждал везде, вот, один из двух, по-моему, или из трех режиссеров, вот, за всю историю, вообще, кинематографа, за всю историю существования этих фестивалей, то есть, собственно, с этим военно-полевым госпиталем, он победил в Каннах, потом, с фильмом Баффало, Билл и Индейцы, он победил в Берлине, всего лишь спустя несколько лет, в 76-м году, и уже в 93-м победил с коротким монтажем в Венеции, помимо ряда, ну, там, других крупных наград, и, вот, и разве что Оскар ему не доставался, и достался только почетный Оскар, уже, вот, вот, в последний год его жизни, его успели отметить, вот, ну, то есть, в любом случае, конечно, это замечательный мастер, творчество которого, конечно, надо изучать, и, конечно, в этом отношении любопытно, что, ведь, вот этот военно-полевой госпиталь, это чуть ли не начало его пути в кино, то есть, до этого он много работал на телевидении, и телевизионная природа, как она чувствуется в этой картине, и не зря потом, действительно, вот этот формат удачно прижился, как раз, обратно, на телевидении, да, уже, даже без особого участия этого самого Оутмана, то есть, получается, он в кино пришел довольно-таки поздно, вот, этот фильм, он там, в 45 лет ему уже было, и, тем не менее, вот, оставил огромный, значительный след, то есть, он в кинематографе, тоже, ну, очень интересная, конечно, его биография, фильмография, и, ну, в разговоре о Роберте Оутмане, конечно, военно-полевой госпиталь никак не обойти, вот, ну, и предлагаю, в общем, конечно, вам эту картину как-нибудь посмотреть, самостоятельно уже решить, ответить вот на эти поставленные вопросы, позволительные ли шутки на эту тему, вот, я признаюсь, я вот в сомнениях, я железного ответа дать не могу, и эта картина, она скорее, ну, в общем, так, не сделала, скажем так, меня своим поклонникам, вот, но, тем не менее, вот, опять же, повторюсь, что надо изучать ее значение в контексте того времени, как она принималась именно тогда, и на фоне чего еще, на фоне каких других картин, вот, действительно, она завоевала свою золотую пальмовую ветку, вот, но, конечно, это фильм, вошедший в историю кино, и тем он нам сегодня, конечно, особенно, в первую очередь, и интересный. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...